Я бы хотела сказать только несколько слов. Я очень рад, что опять приехал в Петербург. Это шестой раз. Знаю это, потому что сверил паспорт. Первые разы моего приезда в Петербург было очень тяжело получить визу в Копенгагене. А теперь я знаю, к каким людям обращаться, в какой офис стучаться, и поэтому никаких проблем у меня с русской визой нет. Я этому чрезвычайно рад. Чем мы займемся здесь? Сегодня и завтра мы попытаемся научиться друг у друга. Мы все в одной лодке, плюс-минус. Мы снимаем документальные фильмы, мы пишем о документальных фильмах. Нам нравятся документальные фильмы. Мы собираемся смотреть документальные фильмы. То есть вот общий знаменатель. Безусловно, у нас есть различия. Эти различия мы увидим, очень надеюсь, и сегодня, и завтра. Безусловно, мы, скандинавы, пожалуй, не так уж сильно отличаемся от русских людей в плане поиска финансирования, например. Но самое важное, это мы пытаемся снять очень хорошие документальные фильмы. Мы видим, что на сегодняшний день разных фестивалей представлено очень много хороших документальных фильмов. При этом публика совершенно разная. Та публика, которая предпочитает классические документальные фильмы. Итак, сегодня и завтра поговорим о документальных фильмах, о разного рода документальных фильмах. Я даже не знаю, почему я продолжаю говорить, ведь я почти закончил свою речь, которая должна была быть позже. Позвольте только сказать. Я уже начал вступительную речь. Меня попросили рассказать о положении дел в положении дел в документалистике. Некоторые люди предпочитают говорить документально-художественные фильмы, творческие документальные фильмы, то бишь, обязательный элемент креативности при сознатении фильма. Но мы должны помнить, что мы говорим об очень небольшой нише в мире документального кино. Потому что очень много документальных фильмов называются документальными фильмами, но в нашу нишу не попадают. Есть документальные фильмы в стиле репортаж. Об этих фильмах мы сегодня говорить не будем, завтра говорить не будем. Я много раз слышала о том, что очень многое уже изменилось за последние 10 лет в мире документалистики. И будет еще меняться, по крайней мере, в течение последующих 5 лет. Но как это будет меняться, я, конечно, вам сказать сейчас не могу. К счастью, Сесилия Бангелькель, которая выступает в качестве модератора этой конференции. Она работает в системе EDN, сеть документального кино. Она на 30 лет меня младше, поэтому я надеюсь, что, может быть, она ответит на этот вопрос, когда будет время ее презентации. Итак, по поводу моей речи. Документальные фильмы – это некое искусство. Что значит быть документалистом? Что значит снимать документальное кино? Почему мы выбираем эту профессию? Возможно, потому что мы полагаем, что мы разбогатеем или станем известными. То есть налицо страсть. Я уже говорил, что документальное кино – это искусство. Создание документального кино и более поздняя дистрибуция документального кино – это сложные процессы. Когда я был на 30 лет младше, я считал, что самое важное – это найти аудиторию, достучаться до аудитории. И 30 лет назад это было гораздо сложнее, потому что, например, таких вариантов, как достучаться до публики онлайн, как на сегодняшний день, не было. Мы снимали фильм на 16-миллиметровую кинопленку. Вот такие были тогда возможности. И единственный способ достучаться до публики был отправлять снятые фильмы по обычной почте в школы, библиотеки, кинотеатры и так далее. Это был единственный способ коммуницировать с публикой. Работал этот способ вполне себе неплохо, но это был единственный способ. Мы помним, что был проектор, должен был был человек, который управлял проектором, показывал фильм. И позвольте вас заверить, что на 16-миллиметровую кинопленку я могу снять фильм и могу его показать на проекторе. Итак... Может быть, вы со мной согласитесь, может быть, нет. Я считаю, что на сегодняшний момент мы переживаем золотой век документального кино. Я постоянно смотрю такое количество документальных фильмов, такое большое количество прекрасных документальных фильмов. И я вижу, что жанр документального кино развился. На сегодняшний день положение дел хорошее. И дело не только в эстетическом компоненте, не только в наблюдательном компоненте документальных фильмов, в создании документальных фильмов. Наблюдательных. Есть термин «прямое кино» по отношению к документальному кино. Сейчас режиссер документального кино – это не только наблюдатель, но он может в некотором роде немного поиграть с жанром документального кино, представить какие-то элементы игрового кино в свою ленту. То есть сейчас говорят о смеси документального кино и художественного кино. Вчера прошла замечательная церемония открытия. И я слышал спикера, который выступал в некотором роде против наблюдательного подхода режиссера документального кино. При этом он получил награду по заслуге. Я помню, как несколько лет назад он говорил то же самое, что я слышал недавно. Говорил этот перед публикой документалистов, американских документалистов, замечательных режиссеров документального кино. И при этом он со своим немецким акцентом, который я, к сожалению, не могу передразнить сейчас, говорил, «Вы полагаете, что это единственный способ снимать кино? вы считаете, что вы показываете правду посредством своих фильмов, когда вы снимаете некоторые наблюдательные фильмы? Вы не правы». В некотором роде, конечно, может быть, так и есть. Он прав, потому что все зависит от того, как вы под каким углом повернете камеру и чего вы хотите от своего фильма. То есть какая-то правда в его словах есть. Но он резко критиковал наблюдательное кино. Я очень надеюсь, что будут плодотворные дискуссии во время фестиваля. Кто в фестивале занят? Поднимите, пожалуйста, руки. Хорошо. Я наблюдаю положительное развитие в течение последних лет от кинофестиваля. С политической точки зрения фестиваль меня радует. Сейчас приведу пару примеров. Я этим летом был в Косово на фестивале, который называется Докуфест. Программа прекрасная совершенно была у этого фестиваля. И везде на улицах этого маленького города, где проводился фестиваль, я видела розы, которые были выложены в узоре слова «коррупция». Мне кажется, что это очень смелый шаг, потому что, безусловно, имелось в виду «коррупция» в Косово. То есть хотели привлечь внимание к этой проблеме. Безусловно, у них были фильмы, дискуссии на тему коррупции, политики. Вместе с тем, у них были и другие дискуссии, например, по поводу фильмов. А на фестивале, безусловно, присутствовали не только люди, которые имели отношение к кинематографу, но и те, которые как раз имели отношение к коррупции. Поэтому я считаю, что замечательный шаг, очень интересный со стороны создателей фестиваля в Косово. Похожий шаг я наблюдал не так далеко от вас. Я был в Киеве в марте на фестивале Дни документального кино. Их логотип был медведь. И основная тема была «Медведь внутри нас». Естественно, какая-то референция была сделана и на Советский Союз, бывший Советский Союз. И вопрос был задан, как мы можем выгнать медведя. У них тоже были тематические программы, безусловно. Вот эти примеры должны заставить вас задуматься о том, какие комментарии выдают люди на фестивалях. Может быть, у фестивалей есть другая роль, кроме непосредственно места для обсуждения культурных проектов, но также и политических проектов. Также я сейчас вспомнила о фестивале документального кино в Лейпциге, где тоже было высказано несогласие с ультраправами. Безусловно, я сейчас говорю о фестивалях, которые очень важны. Но очень часто люди не отправляются на фестивали смотреть общественные показы, а открывают дома компьютер и тихо смотрят сами фильмы, которые можно получить путем скачивания, например. Может быть, это не самая хорошая ситуация для кинематографа. Мы сегодня поговорим о VOD, Video on Demand, то есть предоставлении канала или фильма по требованию. Об этом поговорит в частности моя коллега Сесилия Бонвинкель в своем докладе. То есть сейчас очень многое загружается, получается, зрителям путем онлайн. Лет пять назад, если бы мне сказали, что когда-нибудь то вы будете смотреть фильмы на телефоне, я бы сказала, это невозможно. Это невозможно никогда, никогда в жизни. Зачем? Это разрушает всю прелесть кино, но должен сознаться, что я смотрел фильм по телефону. То есть технические возможности, безусловно, есть, и об этих технических возможностях мы тоже сегодня поговорим. Надеюсь, что мы друг у друга поучимся в течение этих двух дней. Пожалуйста, будьте активны. я и Сесилия будем ходить с микрофонами, предлагать вам говорить. Будьте готовы, осторожно, потому что если вы сидите и молчите, я могу подойти и просто дать вам микрофон, и тогда вам придется говорить, потому что иначе слишком скучно. Если вот один человек говорит, говорит и все. Итак, добро пожаловать в хорошей конференции. Спасибо.